Сейчас Тверские вузы переведены на дистанционное обучение. Это значит, что студенты должны самостоятельно под руководством преподавателей осваивать новые знания, используя современные средства связи и интернет. А наша съемочная группа выяснила, как справляется молодое поколение с заданиями, на что тратят свое свободное время. Неделю назад преподаватели и студенты встречались в общем чате на лекции. Все занятия проходили по расписанию, только дистанционно. Сейчас у ребят каникулы. Несмотря на выходные, студентка второго курса ТВГУ Анастасия Лабутина продолжает выполнять задания и пишет курсовую работу. Учиться достаточно дома комфортно. То есть и атмосфера, и обстановка располагает к тому, чтобы начать заниматься какими-то серьезными делами. Будь то какая-то серьезно контрольная или написание курсовой. Студенты успели оценить преимущество удаленки. В большинстве своем ребята настроены достаточно оптимистично. Как добавила Анастасия, главный залог ее успеха – тишина во время занятий. Другие студенты делятся в социальных сетях своим мнением о дистанционном обучении. Скажу свое личное мнение, что эта форма очень удобная, особенно во времена карантина. Но, правда, есть небольшой минус, возможно, и большой, то, что личное общение с преподавателем и живые лекции, это, к сожалению, никак не восполнить. Все занятия студентов проходят в образовательной электронной среде. Преподаватели выкладывают свои материалы в личный кабинет. В свою очередь студенты могут общаться с наставниками через скайпочту и другие приложения. Конечно, никто не отменял прохождение тестов и написание курсовых работ. Для них это, я думаю, своего рода какое-то испытание на самостоятельность, на ответственность, на свою, ну, как бы сказать, такую гражданскую позицию. Потому что одно дело, когда преподаватель на практическом занятии тебя спрашивает, смотрит на тебя. А другое дело, когда ты сидишь, возможно, на другом конце города или в другом вообще городе и отвечаешь за то, что ты вышел на связь с преподавателем, ты выполнил тебе задания, которые тебе были даны, и работаешь над своим образованием. Сотрудники университета говорят, что дистанционное обучение — это своего рода вызов. Это заставит научиться современным технологиям, в том числе и преподавателям. Более того, современный университет — это сочетание дистанционных и очных форм обучения, когда мы говорим о том, что часть материала студент узнает на лекциях, а часть материала он постигает с помощью дистанционных каналов. То есть в формате смешанного обучения происходит учебный процесс. Привычная учеба в вузах возобновится после отдельного распоряжения. А насколько эффективно тверские студенты подготовились к экзаменам, покажет летняя сессия. Продолжение следует...